В областном центре цены на социально значимые продукты питания увеличились на 15% от установленного порога. Особенно подорожали капуста на 30%, подсолнечное масло на 25%, пищевое яйцо на 23%. Инфляция в регионе составляет всего 3%. В целом уровень инфляции у нас по области на социально значимые продовольственные товары по последним данным составил 2,9%, при среднереспубликанском 3,1%, то есть ниже среднереспубликанского уровня. Но, однако, имеет место повышение цен на ряд плодовочной продукции с начала года. Это у нас наблюдается повышение на морковь, лук, картофель, также крупа гречневая, масло подсолнечное, мука. Хлеб, говядина, яйцо куриное, рожки, сахар и капуста в апреле месяце. Органами статистики совместно с местными смотно-органами еженедельно обследуются у нас согласно методике розничной точки продажи. Товаропроизводители повысили стоимость своей продукции. Соответственно, это и сказалось на конечной стоимости товара. В данном случае продуктов питания. Ситуация на мировом рынке также оказывает негативное влияние. Международные эксперты сообщают, цены на зерно, растительное масло, мясо, молоко и сахар за последние три года достигли своего пика. В стабилизационном фонде региона запасено 1280 тонн продовольствия. Специалисты задействовали и финансовый механизм контроля цен. У нас появилось второе направление. Из бюджета выдаются деньги для выдачи займа производителям продукции или торговым сетям. В прошлом году и в этом году мы прорабатывали этот вопрос очень активно, потому что это очень удобная схема и она более эффективная для сдерживания цен на рынках. И мы заключили с четырьмя товаропроизводителями договора займа. Значит, из бюджета им выделили займ. На эти цели социально-предпринимательская корпорация Кокще выделила 892 миллиона тенге. В этом году заключены договора с 726 торговыми точками и товаропроизводителями, согласно которым реализаторы не должны превышать 15-процентного размера наценки на 19 социально значимых видов товара. Мусульман Асхатовы, Ауғымбек Монарбекулым, Данияр Жумагулов, Кокще Ахпарат.